всем привет с вами сергей проект по сегодня хочу рассказать о книге джозефа нокса который называется улыбающийся человек про джозефа нокса я рассказывал точнее про предыдущую книгу из этого цикла я вам рассказывал книга вышла издательства азбука серия звезды мирового детектива и можете посмотреть мой отзыв предыдущий он был может быть там не совсем ровный но книги сяну не зацепила своим нуаром хотя там напрягал немного тема связаны с наркотиками но теперь прошло время и наш главный герой он все тот же детектив ведет расследование ведет расследование довольно запутанного дела в старом заброшенном неработающем отеле где хозяева ведут друг другом войну кому он там принадлежит пытаются разделить или наоборот там не хотят разделить мы про это будем узнавать его все это погрязнет наш констебль детектив вот в отеле происходит убийство находит охранника которую там оглушили огнетушителем и когда поднимаются еще выше на пятый этаж там в комнате на пятом этаже находят труп человека человека который улыбается то ли сильная эмоция была то ли токсин какой-то вызвать эмоции сразу вспоминается джокер да и тут кстати сохраняется вот эта атмосфера нуара гнетущего такого закрученного слова столько нету вот тема наркотиков что мне понравилось но очень много запутанности очень много каких-то историй непонятно как это будет связано если вот это основное расследование связано с этим то нашему детективу еще поручает он же помните не на хорошем счету вообще там герой довольно специфически потому что его были ненавидят все его не любит никто не начальство не те кто вместе с ним работают не с кем он контактирует друзей у него там нету толком если помните в про в прошлой книге там была история замешанная с что он там и воровал улики украл там это что он вообще там плохишь какой-то на плохом счету там правда он все это разрулил но осадочек то остался и вот здесь это будет постоянно его постоянно с ним будут на эту тему пробивать его будет и судмед эксперт и напарник которого взяли дали ему так сказать точнее наоборот скорее это напарник взял его на поруки вот но зато кстати очень классными будут пикетирование они так будут друг другом жесткими такими фразами обмениваться вот любви друг другу нет но в то же время все они напарники да и они так друг друга кидают колкости дошел ты сдох там или что он там еще да вот это я ж тебя у бога под подобрал там да ты там тупой там так ну там разные такие вещи будут это сейчас с контекста вырываю такие выражения но имею ввиду там очень емко колко но в то же время будут работать и есть даже какое-то уважение и они там будут все равно удивляться и догадки там главного героя и тот будет хорошо помогать его напарник они будут вести это вот расследование но параллельно еще будут несколько еще интересных запутанных дел во первых одно дело связано с указал бы странным с поджиганием мусорок то есть кто-то поджег несколько мусорок и вот надо констаблю еще посмотреть найти какие-то видеозаписи кто чему 40 это сжег еще нам есть какая-то история непонятная про какого-то мальчика с здравяком в которые втянуты какие-то странные дела они там дома какие-то пробираются то там кража то ли кража какая-то то ли убийство какие-то происходит вообще непонятные сцены даже самая первая сцена непонятно когда там открывают дверь старички и мальчик его впускают а потом оказывается что это напарник или помощник какого-то бугая странного и опасного и зачем эта история рассказывается пока непонятно но но джозеф ног с конце все это связит свяжет в единое целое и там все раскроется очень 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 шокирующим концом можно так сказать плюс еще мы еще больше узнаем про главного героя мы узнаем про его тайны из прошлого и как это аукается теперь вот и главный герой конечно будет метаться между раскрытием одного дела второго дела как это все заплести еще тут его никто не любит его там и подкалывают постоянно игнорируют там какие-то вещи и там не дают ему не допускать даже до определенных дел но это все тяжело в такой обстановке продвигаться но него есть интуиция у него есть характер у него есть какие-то связи у него есть свое видение правильных поступков и это классно этим он притягательный этим выделяется знаете это герой которому ты не сочувствуешь этот герой не положительный не отрицательный но он какой-то такой цепляющий что ли вот как он несмотря на что продолжает действовать и пытается во всем этом разобраться хотя вообще непонятно как же он все так это свяжет но грамотного одна догадка вторая догадка все логически так вот выстраивается как он беседует он пытается в отеле в этом разобраться что это за человек почему на улыбающийся вот такое тело как и вообще про него узнать какие-то данные там очень много всяких интересом вообще столько бы всплывать информации про это человеку думаешь ого это круто что так вот она мутилась а как потом это все выльется на думаю концовка вас очень не разочарует я такого не ожидал вот серьезные давно уже таких запутанных необычных ходов не встречал в детективов это это идет в плюс однозначно такой цепляющий детектив который ты будешь долго помнить именно из-за расследования этих историй как это все сплетется если привязка к предыдущему роману до предыдущий роману там есть который сирена назывался я забыл на меня сказал да есть привязка есть определенные персонажи с первого тома который себя перекочевали но не на главных ролях но кое-что они там будут в эпизодах появляться там кто помогут а наоборот не помогут главным героем и определенные линии там продолжатся которые были открытые вопросы остались после первого тома там и связаны с девушкой его там еще с каким-то момент нюансами тут все прояснится получше посмотрим существует ли третий роман я не посмотрел не подготовился не посмотрел в в базе например если третий роман но то что я теперь первые два романа меня зацепили это да однозначно тягуче интересное расследование прям такое хорошее расследование он там сбор анализ каких-то данных плюс еще там общение общение с людьми и запутанные запутанные сюжеты не думаешь а эти виноваты эти виноваты почему там отель такой а почему охранники что там они делали а что это вообще за комнатой причем тут вообще вот этот персонаж там эта история вообще непонятно зачем он за какую-то то ли девушку то ли легкого поведения то ли наоборот за положительную девушку почему он ступился что зачем этот конфликт нужен и как это все выльется очень-очень-очень даже цепляюще так джозеф нокс произведение улыбающийся человек его можно читать отдельно не читая первый роман сирены но чтобы полностью картинка складывается лучше наверное с первого романа чтобы как-то проникнуться главному герою потихоньку узнавать еще других персонажа там плохих и хороших и как они будут появляться этой книге вы дома будут приятные такие нюансы с раскрытием основной линии а так роман вполне самодостаточный можно читать действительно звезды мирового детектива издательство азбука читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока